Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Приветствую на канале Самарагисы. Вы смотрите программу «Хочу домой» для тех, кто увидел нас впервые. Поясню, мы рассказываем о бродячих животных, о собаках и кошках, о тех, кого выбросили и о тех, кто волей судьбы родился под открытым небом. Говорим о людях, которые помогают решить проблему бродячих животных, кто ищет им новых владельцев и уютный дом. И, конечно, мы с помощью нашей передачи пытаемся тоже способствовать этому. И так, прежде я расскажу сегодня, что будет в нашей передаче. Мы побываем в гостях у Антона, жителя нашего города, который взял к себе домой беспородную собаку из приюта. Как теперь живет пес, что делает, доволен и почему доволен новый их владелец. Далее, традиционно, видеовизитки. И прошу вас, дождитесь их. Если не вы, то передайте информацию о собаках и кошках, которым нужен новый дом. И самое главное, это гости. Гости в нашей студии, с которой мы ведем беседу о собаках и кошках. Сегодня в студии ведущий кинолог городской общественной организации клуба собаководства, коротко, с аббревиатурой ГООУПК, зооклуб Алена Лапина. Чуть-чуть не сказала Алена Ляпина. Очень верно. Старых клубов. Можно сказать, что наша история идет из советских времен. Работаем в системе РКФ Российской кинологической федерации. Если смотреть международную, то в системе ФЦИ. А раньше ваш клуб как-то касался работы с бродячими собаками, с бездомными собаками? Или все-таки у вас идет одно направление? Это у нас все-таки направление породного собаководства. То есть развитие, помощь заводчикам, выставки, но именно породного собаководства. А вот идет какая-то сейчас работа в связи с тем, что все-таки на улицах городов и сел, поселков нашей страны появляется очень много бродячих собак. Как-то все равно же тема касается не только людей-специалистов, которые работают в приюте, но и людей, которые все-таки связаны как-то с собаками, пускай и породистами. Тема, конечно же, трепещущая и обсуждается, но все-таки наша задача – это развитие породного собаководства. То есть если и происходят какие-то у нас, будем говорить, взаимодействия с приютами, с какими-то общественными организациями, то это скорее как разовые акции. То есть у нас вот уши лобхвост проводят, когда мы тоже отдаем туда корма часто. Ну, так, чтобы, ну, как одна из задач клубов нет. Нет, и надеюсь, что не будет, потому что все-таки наша задача – это развитие породного собаководства. Ну, все-таки как часто к вам обращаются с бродячими животными или вообще не обращаются? С бродячими очень редко. Единственное, что люди, может быть, иногда не понимают, что такое клуб, что такое питомник, да, и считают, что это тоже что-то типа приюта. И звонят, говорят, ну, мы просто переадресовываем, и все. То есть даем телефоны приютов наших самарских, самарской области, куда можно обратиться. А кого из бродячих собак, какие породы сейчас больше всего востребованы у нас в Самаре? Бродячие? Нет, какие породные собаки? А, породные собаки. Да, ну, разные. Все равно здесь зависит от людей, да, охотники, естественно, ищут охотничьи какие-то породы. Люди, которые мало двигаются, там, я имею в виду, малоактивные, да, много работающие, они стараются брать декоративные породы. Очень, как бы, много, очень большой выбор. Кто, наоборот, очень такой активный, кто спортивный, берут, там, терьеров. То есть тут нет такого, что прям какая-то порода, ну, бывает на пике популярности, но, как правило, это очень быстро меняется. Хорошо. Вопрос. А вот скажите, часто ли выбрасывают породных собак, породистых собак? Нет, нет, конечно. Породистая собака сейчас, это, ну, во-первых, достаточно дорогое удовольствие, да, то есть в любом случае. В любом случае человек, беря за такие деньги собаку, понимает и ответственность, да, и просто даже то, что, ну, это получается как член семьи, как правило. Бывает такое, что собака не прижилась, не смогли, не сделали, но, как правило, она в этом случае возвращается заводчику. И сейчас... А это как-то прописывается в договоре? Да, ответственные заводчики сейчас все больше это развито, да, заключают договора со своими покупателями, да, где четко прописаны какие-то пункты, касающиеся и этого в том числе. То есть если у вас собака, то есть, ну, по каким-то причинам, в любом возрасте, да, то есть вот в моем договоре так написано, первое лицо, кому вы об этом сообщаете, что вы хотите, ну, избавиться от собаки, это ваш заводчик. Вы все-таки как-то ведете работу по поводу того, что вы разъясняете, что есть ответственность о жестоком обращении с животными? Вот как-то вы сталкиваетесь среди людей, которые взяли породистый салон? Безусловно, но я бы сказала так нечасто. Почему? Потому что, как правило, мы работаем уже с заводчиками и с питомниками, да, с клубами. Но поэтому там уже люди, которые прекрасно понимают и прекрасно все это знают. Но бывает, что обращается просто человек в клуб, да, то есть которого только что приобрел собаку, привез ее, может быть, из другого города, его заводчик где-то далеко. То мы, естественно, обказываем и свою консультативную помощь, да, как кинологи. И в том числе проговариваем и это тоже. Особенно, когда большие собаки, когда, то есть мы говорим о необходимости дрессировки, естественно, да. И в этом уже ключе говорим, естественно, и об ответственном отношении, в том числе и хорошем отношении к собаке. Ну вот, чтобы Дмитрий у нас не скучал, я тоже задам его вопрос прямо сейчас. Хотя я хотел чуть позже уже более такой тонкой темы коснуться, но это, я думаю, позже после сюжета. Итак, кого больше приводит сейчас на данный момент собак породистых, беспородных? И имеете в виду обращение в клинику по поводу кастрас-стерилизации? Просто чисто по болезни? Сейчас эту тему мы попозже чуть ли коснемся, да, вот сейчас, допустим, заболевание, заболела собака, там, кошка. Я понял, да. Ну, если взять собак, то больше где-то, если в процент содержания, где-то процентов 60 породных, процентов 40 беспородных. Просто я работаю на двух клиниках, в одной больше приходят, скажем так, породные. На периферии города, где в другой клинике работают, там больше обращаются беспородные животные. Да, с учетом того, что даже я взял одну собаку с приюта, тоже беспородные. Ну, что-то замес какой-то есть, что-то немножечко ковчарки и так далее. Она живет сейчас у родителей в деревне, также курируем. То же самое, в принципе, тоже взят с приюта уже простерилизованная собака. Когда приходят с беспородной собакой, вот что люди говорят обычно, вот у меня там беспородная собака, вот меняется ли ваше отношение, что пришла беспородная собака? Ну, вообще никак. Мне кажется, они даже еще умнее получаются. Тоже спасали одну собаку, тоже беспородная собака. Кто умеет, кстати, выживут, доктор, выживут. Я считаю, беспородные они научны жизнью. Даже идешь по городу, они на светофоре ждут, когда загорается зеленый, они переходят, идут по зебре. В принципе, они, мне кажется, они даже более адаптированы к нашей жизни, вот беспородные, чем породные. Но не могу ничего плохого сказать, и о породных тоже есть, и, хорошо, в акме, и, кстати, кот тоже дома, тоже взят из приюта. Вот как так, все вот беспризорные, грубо говоря, такие подобрыши. Тоже больные все, кривые были, но вылеченные и прекрасный живот. Хорошо, тема, значит, тема кастрация животных, тема стерилизации, самая такая больная тема. Очень много вопросов возникает, когда люди заводят собак, что породистых. Ну, понятно, что когда идут метисы и беспородные собаки, там все понятно, там, как только наступает возраст, все, надо стерилизовать или кастрировать. Как правильно? В принципе, в народе, как говорят, кастрация больше относится к кобелям, стерилизация относится к сукам. Но правильно можно сказать и так, и так. И кастрация стерилизации, можно сказать, один и тот же термин. Но вопрос в том, с учетом вот хирургии и научных доказательств, лучше, конечно, кошку и собаку, в идеале, даже кошку стерилизовать до первой течки. Риск образования какой-то патологии матки, молочных желез, сольца, к минимуму, там, один процент всего. Чем дальше, тем риск образования каких-то патологий есть. Чем страшнее. Да, но опять здесь это тоже вот... Я предлагаю вернуться к этой теме после нашего сюжета. Сюжет, естественно, будет о том, как забрали собаку из приюта. Предлагаю прерваться на несколько минут и посмотреть, конечно, о собаке ее нового владельца, как они живут и не пожалел ли новый хозяин, что взял собаку из приюта. Зовут этого прекрасного человека Антон. Давайте смотрим. Можно сказать, этому псу повезло. Нет, поначалу было все не так радужно и хорошо. Родился на воле под открытым небом, вырос и уже осознанно познал все незгоды бродячей жизни. Конечно, были и хозяева, которые как бы были, а на самом деле они были только формально. Ведь пес гулял сам по себе в свободном выгуле. Из еды находил себе где что смог. Так и жил, пока не нагрянули сотрудники одного из приютов. Много жалоб на бродячих собак было. Это пес из кинеля. Вот, то есть мы его поймали, он подошел, виляя хвостом. Посадили в клетку со всеми, он тоже виляет в клетке. Что-то интересное происходит. Вот, я уже тогда его заметил. Приехали в приют. Думаю, ну подойду к нему. Вот, он как подошел, присел, он начал меня тоже обнимать ко мне, так прижался. Я думаю, ну все, парень, ты домой поедешь. Как-то так вышло. По юности у Антона уже была собака, английский кокер-спаниель. Прожил долго, счастливо и умер от старости. Несколько лет Антон не решался заводить себе питомца. Ну и решил взять из приюта, потому что хочется, чтобы такие собаки обретали дом все-таки. Вот. Собака эта взрослая, ему около семи лет примерно. А не страшно было брать собаку в таком возрасте? Нет, я даже не задумывался как-то. А что, а что может быть страшного? Не знаю. Многие потенциальные заводчики уверены, что собаку нужно брать с щенячьего возраста. Якобы будет преданней и крепче любовь животного. Однако это не совсем так. Злого хозяина пес забывает быстро, если попадает к любящему человеку. Да и в щенячьем возрасте заводчики сталкиваются со множеством проблем. Ну, вообще с щенка брать, мне кажется, гораздо страшнее, потому что не знаешь, во что это вырастет. А тут ты имеешь полное представление. И пес у меня слушается, он знает команды, он обучаемый очень хорошо. Не знаю, собака. Ничего не страшного. То есть, ну, в приюте я, когда на поводок его взял, увидел то, что он хорошо ходит на поводке, и понял то, что проблему не составит. И действительно, он дома никогда не шкодил. То есть, по своим делам с ним ходил только на улицу, вот ни разу это не замечал. За несколько дней Распер освоился, как будто здесь и жил всю жизнь. Он оказался контактным псом, ласковым и умным. Если кто-то за дверью подъезде шумно пройдет, может иногда и гавкнуть, показывая, что он тоже может охранять. С посторонними собаками особо не задирается. Иногда, когда двор пустой, Антон отпускает его без поводка. Очень дружебный пес. Активный, бегает, любит бегать. То есть, когда спускает с поводка, весь двор за две секунды пробегает. Летом для пса особое время. Его берут с собой в походы. Распер уже узнал, что такое палатка, песню костра и купаться на речке. Как думаешь, он признал тебе и в твоем окружении, близком хозяев? Я думаю, да, потому что, ну, взгляд такой, но его ни с чем не перепутится. Очень преданные глаза. Итак, вернемся к теме, все-таки, кастрация животных. Что говорят об этом специалисты-кинологи? Ваше мнение? Единого мнения, естественно, нет. Но могу сказать свое мнение. То есть, я считаю, что все животные, которые не используются в разведении, желательно их кастрировать. Возраст. Здесь тоже, конечно, очень много споров, разных мнений на этот счет. Но, естественно, то есть, я как владелец питомника, да, то есть, после какого-то возраста, когда собаки уже не используются в программе разведения, естественно, я их стерилизую. И кобели, и сок. Абсолютно все равно. Но когда у меня покупают щенков, и щенков не для разведения, как мы говорим, на диван, да, то есть, я считаю, что тоже более ответственно к этому подойти, если стерилизовать животное. То есть, это как бы исключает и какие-то случайные вязки, да, случайное, опять же, рождение щенков, которые никому не будут нужны, будем говорить так, да, вот, и в том числе, конечно, и по здоровью. А стерилизация, кастрация, это одно и то же получается? Ну, по большому счету, да. По большому счету, да. Термин. Хорошо. Многие люди говорят, что мы стерилизуем животное для того, чтобы скорректировать процесс нервной системы. Насколько это так или не так? Нет, это, скорее всего, не так. Почему? Потому что, ну, даже по моему опыту, да, у меня достаточно большой опыт, я 29 лет уже занимаюсь кинологией, то есть, у меня продуктивное животное, будем говорить так, да, то есть, я считаю, что как раз-таки вот на нервную систему кастрация и стерилизация никак не влияет. Хотя есть в народе такое мнение, что собаки становятся более тревожные, там, неправда. То есть, если стерилизованное животное, то есть, тем более, что, как правило, это происходит все равно после полугода, да, то есть, как бы уже достаточно понятно, какая нервная система у щенка. Процесс формирования нервной системы происходит в основном где-то там 7-8-9 месяцев, заканчивается, ну, 15 месяцев. Вот на Западе я слышал, некоторые стерилизуют после полутора лет. Ваше мнение, вот как все-таки вы что советуете тоже, доктор? Ну, если вот касаться психологии, грубо говоря, вот какой-то нервной системы, вот как это влияет на животных, я бы все-таки рекомендовал кошек стерилизовать до года именно по кошкам. Это к собакам практически не относится, потому что кошки как таковые гормоны зависимые, и вот эти вот стерилизации приводят, скажем так, к успокоению, нормализации гормонального фона, животные более спокойные становятся, ну, и опять доказано, что кастрированные, стерилизованные живут на 2 года больше, чем некастрированные живут по возрасту, да, продолжительность жизни в среднем стерилизованных кастрированные живут на 2 года больше. Ну, почему вот раньше не было никаких болезней, и вроде бы как бы самоки жили, и кошки без стерилизации, и все нормально, а сейчас только раз и у нас появились эти болезни. А кто их раньше так отслеживал? Раньше такого отслеживания не было. И вот говорят, как так? Вот у нас домашнее животное, она, говорит, постоянно болеет. А дворовые животные, они, говорит, бегают, ничего им не бывает. Но их опять никто не отслеживает. Они также болеют. Тот же пероплазмоз, те же гинекологические заболевания, те же онкологические заболевания, все то же самое, просто нету такого отслеживания. Конечно, у них естественный отбор, поэтому люди видят, что стая бегает. Вот она стая и бегает. А на самом деле, что там поменялось в этой стая за время их существования? Вы как жители города сейчас видите, что встречаетесь с бродячими собаками? Да, конечно. И как часто, и что вы делаете, если вы встречаете собаку? Конечно, встречаемся, как же иначе. То есть, ну, не знаю, у нас, например, на даче, да, очень большая проблема, что люди приваживают животных в период теплого, да, времени года. А как осень, как морозы приходят, то есть все эти животные начинают подтягиваться, там, к охране, туда, где, как бы, есть люди, да, потому что они остаются без корма, без каких-то, да, привыкли к тому, что их кормят, и тут они остаются без возможности найти пропитание. Вам случалось встречаться со стаей агрессивных животных, бродячих? Безусловно, но здесь я гуляю с собаками, и бывает такое, что бродячие собаки нападают на моих собак. То есть агрессия по отношению к собакам. Все это, то есть, ну вот, то есть бывает и агрессивно. Кстати, обязательно людям, кинологам прививаться. Вот вы по этому поводу что скажете? Именно прививаться от чего, от каких болезней? От бешенства или от столбняка? Столбняк – это тот вирус, который проникает в глубокую ткань, грубо говоря, и развивается без доступа кислорода. Поэтому он только заражается при укусе животных. Ну, в принципе, есть противостолбнячая сыворотка. А против бешенства все-таки я рекомендую прививаться. Потому что работаем с животными, приходит, мне были случаи, что я реально имел собаку с бешеной собакой, собака через два дня умерла, а мне приходилось ночью залазить ей в рот, просто было подозрение, что подавилась костью. Потом я также пошел в трампунт, также сделал прививку. Но лучше делать профилактически, чтобы вот это вот не было, вот этих вот нюансов таких вот. Понятно. Сейчас мы перейдем к следующей нашей рубрике. Наше время подошло к сюжету. И снова и снова неустойно говорить, товарищи, есть немало хороших и добрых собак и кошек, которых можно взять из приюта. И неважно, в каком возрасте вы берете этих животных. Это и в год, и в два, и в три. И собака также привыкает к новым владельцам, если за ней существует нормальный уход, прогулки и питание. А самое главное, уделяют внимание в виде добрых слов и ласкового поглаживания. Смотрим. Пушистый, красивый и молодой кобель по кличке Арни был самой крупной в помете бродячей собаки. Сочинячий возраст находится у волонтера Марии Федоренко, которая содержит своих питомцев в подсобном хозяйстве, жительницы деревни Висловка. Сейчас Арни 8 месяцев. Тоже предпочтительно я бы отдала его в частный дом, потому что охраняет он тоже хорошо. Но ему все равно нужна территория. Мне кажется, это все-таки не квартирный вариант. Ну и не прям цепная собака, скажем так. Она все равно, ему нужно общение, внимание. Он умный достаточно и обучится всему, чему вы захотите. По характеру этот пес, спокойный поначалу к посторонним людям, относится немного с недоверием. Но спустя несколько минут, если от нового человека не исходит опасность, Арни может подойти, обнюхать и даже проявить свою лояльность к этому человеку. Обратите внимание на этого пса. Ему нужен новый дом и любящие его хозяева. Арни очень хочет в свой дом. Обращаться по телефону 8 927 652 78 13. Эту собаку привезли в приют 3 года назад с так называемой черной передержки. Назвали ее Нюша. Так сложилась судьба, что ее уже забирали в семью, где были дети. Но наигравшись и поняв, что с собакой тоже нужно заниматься, вернули обратно. Сейчас ей около 4 лет. Но несмотря на это ее можно спокойно забрать домой, она социализирована. Как она относится к посторонним собакам? Очень адекватно. То есть они в вольере живут, дружат все нормально, хорошо. Спокойно, не бросается, не кусается. К людям относятся без боязни, но сразу к постороннему человеку не подойдет. Сначала присматривается. Ну она у нас такая стесняшка поначалу, потом она со временем привыкает. Нужно время собаки. Ну и людям так же на самом деле. То есть все мы социальные существа, что собаке, что мы, нужно какое-то время. Ну тут по минимуму. Обратите внимание на эту собаку. Есть возможность забрать ее домой в квартиру с положительными качествами домашнего питомца. Нюше очень нужен новый дом и любящие ее хозяева. Обращаться 8 927 692 13 13. Сера-белая, пушистая, из-за обильной шерсти, кажется по размеру большой кошкой. Назвали ее Маша. Забрали из кошачьего приюта в кота-кафе. Она контактная, но свободолюбивая мадам. То есть, кого она полюбит, к тому придет. А просто так она не будет ласкаться. Вот. Ну тоже она стерилизованная, она привитая. Она ходит в лоток. Вообще она такая чистюля. И молодец она. И она очень умная еще. Сотрудники говорят, если нужна кошка, умная, с интеллектом, то Маша самое подходящее животное для новой семьи и уютного дома. Обратите внимание на кошку Машу. Ей нужен новый дом и руки любящего хозяина. Обращаться по телефону 8 927 701 36 38. Красивый, темно-шоколадного цвета, с выразительными глазами. По происхождению больше относится к шотландской породе. Нашли его, он прошлой зимой сидел несколько дней на гаражах. Его туда загнали собаки. И потом его волонтеры нашли и привнесли к нам. Путем долгого поиска мы выяснили, что он жил с дедом в деревне. И потом каким-то образом оказался здесь, в городе, где его, собственно говоря, на гаражах нашли. Путем голосования в группе любителей кошек, Кута Кафе, за его яркую внешность дали кличку Барни. Барни нужен новый дом. Свои личные хозяева. И он готов хоть сейчас уйти из приюта. Обращаться по телефону 8 927 701 36 38. Вот теперь самый такой интересный вопрос, который сейчас будоражит умы людей нашего общества. В Госдуме прорабатывается законопроект об ответственном отношении к животным. Как вы считаете, нужны ли штрафы для людей, которые безответственно относятся к животным? И самый главный вопрос все-таки, как побороть это количество собак, которые бегают сейчас у нас по улицам города? Знаете как, я считаю, что здесь надо прежде всего разделить, как бы, поголовье, будем говорить, этого вида собак, да, на собак домашних, на собак породных и на собак парей. То есть собаки, которые бездомные, те стаи, которые мы видим, они не имеют никакого отношения к породным и не имеют никакого отношения к заводчикам, да. То есть это просто очень часто такое мнение, что безответственные заводчики или те, кто заводит собак, да, они выбрасывают их на улице. А вы много на улице видели шпицов, доберманов, долматинов? Нет, совершенно, да. Вот об этом, наверное, тоже я хочу сказать, что на самом-то деле породные собаки, да, как правило, ну, я не знаю, даже если они в приют попадают, это, ну, какой-то вот прям минимальный процент от тех собак, которые в Россию. Пока говорю про Россию, потому что, конечно, за рубежом все немножко иначе. А вот, кстати, за рубежом, прям очень быстро, потому что время подходит, завершается, что, как там борются? В принципе, точно так же есть программы типа нашей ОСВ, да, когда собак, это отлов, стерилизация и выпуск в обычную среду обитания. И есть страны, которые немножко по-другому, то есть это отлов пристраивания и в случае непристраивания через какое-то время они их просто, ну, их тонизируют. Ну, это все-таки думанно, вот как вы считаете, Дмитрий? Я могу проверить. Или все-таки мы сейчас будем строить приюты, 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 приюты? Как сказать, в масштабе страны, да, это гуманда. Хотя бы на первых этапах, да, вот уйти от этого огромного количества собак-парей на улице, да. А потом уже, да, можно будет так же, как сейчас вот в Европе, если взять любой приют, да, вы туда придете, вы там собак-парей не увидите. То есть там в основном породные, и да, они их берут, и они их пытаются пристроить. То есть они дают в социальные сети везде, то есть у них есть свои сайты. Они пытаются пристроить и находят им руки. То есть да, это реально. А когда это беспородное существо, да, то есть оно может быть замечательно, какое угодно. Но пристроить его очень-очень маленькая надежда. А, Дмитрий, насколько сложно вообще усыплять, заниматься автоназией? Я усыпляю животных, если есть такая необходимость, то это уже реально безнадежно, которое не подлежит опять лечению. Невозможно просто вылечить. Был случай, опять случай жизни, расскажу. Пасха, приходит плачущий дедушка, на руках черный кот, здоровый кот, красивый, приносит на автоназию. Дети послали его просто усыпить животное. Ну, конечно, мы забрали это животное, автоназию делать не стали. А причина его усыпления, что кот кусает бабушку за ногу периодически. В итоге он нас прожил две недели. Мы нашли его хозяева, вообще забрали в церковь. Сколько? Таких случаев очень много. Поэтому по поводу автоназии вообще вопрос спорный. Нужны ли штрафы для людей, которые завели собаку, которые выбросили ее? Да. Конечно. То есть все равно какая-то мировоздействие должна быть, конечно. Каким образом мы можем сейчас отследить людей, которые забрали себе собак при помощи ТОСов, ТСЖ, управляющих компаний? И они должны как-то, может, им дать распоряжение или постановление, чтобы было для того, чтобы они собирали информацию? Это же не сложно собрать информацию, что в вашем доме живет столько людей, и у них столько кошек и собак или нет? Не знаю. Это же, наверное, как-то зона ответственности не наша. Вы ведете учет в своем клубе количество собак и членов клуба? Членов клуба, конечно, безусловно. Безусловно. Я не смогу назвать цифру, это достаточно большая цифра, но у нас учет идет безусловно. И РКФ в том числе. То есть у нас собаки все получают родословные. То есть в родословной есть номерочек, который является нашим у каждого. Ну и плюс чипирование. Спасибо большое. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо большое, Алена. Итак, наша программа завершилась. Еще раз хочу обратить внимание всех, кто посмотрел нашу программу. Все видеовизитки вы сможете увидеть на повторах на телеканале «Самара ГИС». И каждая наша программа оригинального эфира повторяется не один раз. Ну и самое главное, вся информация есть на нашем сайте телеканала «Самара ГИС». Всего вам доброго. До свидания. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.